...какие-то боевые задачи. Вот это все называется частная военная компания. В переводе частная военная компания это спецслужба, скорее всего разведка. Скажу по секрету, что вот эти четыре лэп, которые на границе с Крымом взорваны, они взорваны, ну говорят, что крымско-татарские активисты с чеченскими сепаратистами, ну с чеченскими, которые не признают Кадырова, но на самом деле это действия рук турецкой и американской разведки. Ну потому что сами по себе, как бы там разные не были крымские татары, чеченцы, которые там признают, не признают, у них все равно не найдется дома тротила, у них все равно не найдется очень хитрого плана, как подорвать эти четыре опоры. А они там так запитаны были, и одна опора стояла криво, что взорвали именно так, как это, например, ну ни один крымский татарин, даже если он электрик по образованию, придумать не может. Это делается спецурой. Ну то есть специальными агентами, которые разбираются в электротехнике, разбираются в линиях электропередач, и вот одним там достаточно экономным ударом из нескольких тротиловых шашек раз и решили достаточно важный вопрос. Зачем это делается? Ну вообще ходят слухи, что Турция, как производитель, а наша Китай отличается не сильно в том смысле, что там действительно есть масса фабрик. Я сам в Анталии однажды в 2000 году, не в Анталии, а в Стамбуле, под Стамбулом там город, северная часть, затамаживал моечную машину Рапанайи. Я, в общем-то, поездил по фабрикам, их там очень много, и химические, они и стиральные там порошки делают, и всякие машины. И я затамаживал моечную машину. И, в общем-то, Турция это фабрика производственная, которая делает массу оборудования, в частности, те же электрогенераторы. У них образовался избыток электрогенераторов. Странно, я ничего не утверждаю, но, тем не менее, на территорию Крыма были поставлены генераторы, которые сейчас вот оп, и как пирожки горячее раскладываются. То есть это тоже бизнес. Спецура, которая создает террористические структуры, она преследует массу целей. И, как правило, это прежде всего бабло. Я закончил военное училище, факультет разведки и радиотехнической разведки. У нас был курс по вербовке, и, в общем, наш преподаватель нам говорил, курсанты, а скажите, что такое спецслужба? Вот дайте кто-нибудь определить, что такое спецслужба? Мы тоже самое, ну, кто-то там через минуту сказал, ну, это рыцарь Плащайкин сжал, это люди, которые пишут аналитические справки, он сказал, нет, спецслужба – это неучтенная наличность. Это достижение определенных целей заказчиков, в результате которых все в линии спецслужбы зарабатывают. И когда мы понимаем, что одним только взрывом убрали с энергетического рынка Крыма Украину, вот просто взяли и нафиг убрали, и при этом отключили почти всю Херсонскую область и часть Николаевской, и нам сделали blackout, то для этого это решили задачу, ну, с определенными экономическими целями. То есть, есть определенные поставщики электрооборудования, есть определенные поставщики тех же генераторов, бензиновых и дизельных, ну вот, вот он и прикуп, вот она неучтенная наличность. Естественно, то, что Украина не спешит наводить порядок, кроме того, что там нет государственности, нет порядка. Ну, представьте себе, по законам любой страны, подрыв линии электропередач – это теракт сразу же, и по международным, и по внутреннему. Ну и что, в Украине даже никто и не чешется. А пришли представители государственной власти разогнать тех, которые оцепили эти линии ЛФ. По закону, ну просто пришли представители закона, монополия над применением силы только у государства. Если кто-то начинает возражать, то надо применить всю силу, и это пресечь на корню, потому что иначе государство начнется разворачиваться. Это то, что там происходит. Но получается, что центральные власти либо не имеют возможности влиять на эти вооруженные группировки, либо им тоже дали денег от этой неучтенной наличности, которая возникает в результате спецопераций. Но это и так, пока общую картину рисуем. Конечно, надо коснуться вчерашнего сбития нашего самолета. Тоже это террористический акт, причем совершенный государством под названием Турция. Если кратко объяснить, что там происходит в Сирии и в Ираке, то вы все, наверное, знаете, слышали, что это вообще нефтеносные районы, и там сосредоточено максимальное количество нефти. Кроме Саудовской Аравии, там достаточно большие месторождения нефти. ИГИЛ, который является тоже террористической организацией на прикормке трех спецслужб. Катарской, Саудовской, Турецкой, ну, конечно, Американской, которая их всех крышует одним зонтичным брендом. Это все создавалось по схеме, что такое терроризм. Терроризм – это когда ты не можешь объявить войну для того, чтобы в вооруженном порядке на поле боя решить поставленную задачу, и ты без объявления войны создаешь ирегулярную армию под чужим флагом, которая, маскируясь под оппозицию, все то же самое, как Украина, начинает без объявления войны основными заказчиками совершать террористические акты. Причем делает это технологично. Как ИГИЛ, как правый сектор, как они вообще действуют? Они разбиваются на отряды по 50-100 человек. Их задача ни в коем случае не сталкиваться с регулярной армией. Их задача проникать на территорию. Собственно говоря, из-за чего Мариуполь не взяли в прошлом году войска Донецкой Народной Республики? Потому что террористические войска были именно на этой настроены. План у них такой, так как это было в Сирии. Они проникают на территорию, не вступают в бой. Часть из них переодета в форму государственных войск той же Сирии. Они начинают вырезать местное население, ну просто там, беспредел делать. Все это снимать на камеру и показывать, что это типа правительственные войска. Какой-нибудь Аджазира в Дохе начинает это ретранслировать, говорит, что Асад отбился от рук, его надо поменять. Создается информационная волна прикрытия, которая это все накрывает. В результате заказчики войны не объявляли, я не я и Рожева не моя, мы не предела. А при этом страна разрушена, я прошу прощения. Страна разрушена и задача, поставленная заказчиками, достигается. То есть Сирия это пробка на Ближнем Востоке, которая закрывает, например, все нефтеносные газовые пути. То есть Асад, например, катарский газ не пропускает Европу. Представьте себе ситуацию, газоносные районы Катара, Саудовской Аравии, наших основных противников, финансировавших и чеченские войны. Они мечтают проложить газопроводы, не возить танкерами газ, а проложить газопроводы через Турцию в Европу. И таким образом наказать Газпром, упасть в цене, сделать деньги. И сделать так, чтобы Российская Федерация потеряла основные доходы от экспортной выручки. Газовая война вообще на самом деле в Сирии происходит. Катары, Саудовская Аравия впрямую с Сирией воевать не стали. Они создали, профинансировали вот эту террористическую структуру, которая под чужим флагом начинает вырезать местное население, разрушать инфраструктуру, ослаблять ресурсную устойчивость Сирии для того, чтобы, если удастся Асада убрать и поставить кого-то другого, то тогда сразу война закачивается, начинаются строиться газопроводы и дальше начинается газовая война с нами. То есть, почему мы находимся в Сирии и бомбим и летаем нашими военно-космическими силами? Потому что это война против нас. Она даже изначально началась как война против нас, против нашей инфраструктуры газовой, против Газпрома, потому что наши конкуренты по газовому рынку вот таким вот способом хотели отрезать от нас рынок Западной Европы. Пока что мы от этой ситуации удерживаемся. Но, что касается терроризма, мы на самом деле живем с вами в достаточно интересном месте, это Крым. Исторически это пуп земли, это такая стратегическая точка, от которой очень много зависит. Даже несмотря на то, что мы заперты в закрытом море, у нас Дарданелла и Турция нас закрывает, там есть ряд соглашений, из этой точки, даже с учетом наших калибров, нашей системы, там, залпового огня и так далее, и систем ПВО, мы можем влиять на политику очень многих стран. Представьте, из Каспийского моря калибры взлетели, как вы представляете, в географии нормально? Из Каспийского моря, причем не рядом с Ираном, а где-то даже вот чуть-чуть севернее, на уровне Баку, на уровне Устья, Волги, выстрелили, пролетели через все Каспийское море, через территорию Ирана, Ирака, залетели в Сирию и удалили. Общая сложность перелета 2,5 тысячи километров. Нормально? А вот теперь представьте, если это не из Каспийского моря, а, например, там, из Балаклавской бухты. То есть получается, что мы можем накрыть теоретически, и все это почувствовали, ну, до Рима так точно, если не до Парижа. Это если взять и отчертить такую окружность. То есть политически Крым достаточно влиятельная территория. Понятное дело, террористическая угроза для нас тоже существует. Вот как ни крути. Вот эта технология сетицентрических войн, когда набирают местное население из сопредельных стран, которым есть нечего, дают им тысячу долларов, большие деньги, и дают им автомат Калашникова, командира, и говорят вперед, и они начинают терроризировать местное население. Вот эта технология, это и есть то, что называется сетицентрическая война. Это частная военная компания, с которой набрала мясо живое, трехмогое, долой Калашникова, и снимает это на камеру. Структура вот такой террористической организации этим не заканчивается. Обязательно рядом есть медийное плечо. Медийное плечо это 2-3 корреспондента с камерами, которые ходят и снимают. Самая главная война делается картинкой. Даже если в каком-то сирийском городе убьют, например, 500 человек, то все это будет информационно представлено как под чужим флагом. То есть будут переодеты, ну и так далее. То есть получается, что любая такая террористическая организация, даже вы помните, как только взорвали ЛЭП, сразу появились фотографии, показали. Это обязательная составляющая терроризма. То есть сделать действие и первыми войти в информационное пространство и показать, как это было. Либо показать, что это не так было. И задать свою повествование. В Сирии разработана за 5 лет достаточно эффективная технология борьбы с этими террористами. Сирийцы сами придумали. Это все базируется на народном ополчении. Ситуация какая? Дело в том, что по законам войны, вообще по законам ведения боевых действий, особенно в населенных пунктах, есть несколько аксиом и правил, которые никуда не деваются. 50 человек могут, стрелков, кстати, в Славянске это доказать, 50 человек могут держать оборону в населенном пункте. И для того, чтобы их выбить, нужно либо две задачи. Либо группировка, превышающая их в 100 раз по личному составу, либо просто снести весь этот населенный пункт, зачистить его в ноль. По-другому никак. То есть ведение уличной городской войны, это такие законы, при которых 50 человек могут держать большую группировку. Даже во время Второй Чеченской войны примерно трехтысячная группировка в Грозном требовала 130 тысячной группировки русской армии именно с точки зрения того, чтобы не уничтожать города и не уничтожать мирное население. То есть парадокс. И когда вот эти вот террористы заходят в города и начинают делать свое дело, выхода из этого, ну то есть никакой регулярной армии не хватит для того, чтобы закрыть каждый населенный пункт и каждому городу приставить там по батальону. И выход из этой ситуации очень простой. Ну он требует определенной подготовки. Сами по себе люди, мужчины, неорганизованные, не обученные, не слаженные, этого сделать не могут. Но если к этому готовиться, то создается народное ополчение. Это значит мужчины, прошедшие определенную лагерную подготовку, небольшую, это примерно до трех недель, они, живя в своем районе, имея доступ к огнестрельному оружию, налаживают очень быстрая связь. Женщины, которые выходят между собой поболтать и так далее, если появляются какие-то террористы, чужие люди вооруженные, то тогда сразу мужчины встают и оказывают именно такое же действие на них. То есть небольшое количество местных жителей, которые вооружены, они могут оказать сопротивление на первых порах и даже вырезать эти 50 террористов. Но они долго не могут продержаться, потому что, ну во-первых, любой населенный пункт может выставить только 10% от общего числа мужского населения бойцов. И обязательно нужна прямая связь с регулярной армией. То есть такое двухступенчатое взаимодействие. Мужчины, живущие на какой-то территории, квартал, город и так далее, они по договору объединяются. Некоторые из них получают стрелковое оружие и налаживается система оповещения, при котором внедренные вот эти террористы теряют возможность осуществлять свои бесчинства только потому, что местное население перестает быть стадом, перестает быть вот этими баранами для резины. Вот такая технология разработана сирийцами, она на самом деле достаточно эффективна. Во многие населенные пункты в Сирии террористы войти так и не смогли. Там просто такие духовитые пацаны оказались, которые с вооруженными силами взаимодействовали и, собственно говоря, и построили такую вот систему ответки. Нам эти знания достаточно полезны, достаточно в голове их нужно держать. Занятия по гражданской обороне, это, кстати, сфера называется гражданская оборона. Они сейчас планы уже разрабатываются и, в принципе, поскольку вы люди молодые, а жизнь у себя впереди и ближайшие там несколько лет могут быть разные по степени напряженности, у нас край благословенный, все должно быть хорошо, все должно быть мирно, но мало ли чего. Иметь эти знания в голове нужно, но уже даже сегодня нужно иметь некий горизонтальный договор. То есть нужно наладить связи с милицией, банально, с телефонами, вызовом, ну с полицией, с вызовом, доложить, если что-то происходит. Ну вот, например, да, в метро в Москве есть очень четкая система оповещения, если какая-то сумка, ну террористические акты же проходили и в аэропортах, и в метро. Соответственно, там построена целая система оповещения. Что-то не так, нужно сразу докладывать, потому что если протормозить, будет дороже всем. Соответственно, нужно себе просто, даже, я не знаю, в группах, в вузах, в учебных заведениях разработать систему, когда даже сами простые телефоны, куда звонить. Даже сейчас без света связь все равно какая-никакая есть, и, например, доложить, если не дай бог, что происходит, нужно и полезно. Но попытки осуществить террористические акты на территории Российской Федерации вообще и в Крыму в частности, предприниматься будут. Они и предпринимали за прошедшие два года. Просто люди в погонах работают так и особо это не афишируют. Бывают случаи, когда и стрельба происходит, и людей там, не людей, троллейбусом делают, захватывают при попытках там разных террористических актов. Работа эта ведется, она просто не афишируется, но в целом вы должны понимать, что поскольку мы вступаем в такую достаточно сложную эпоху, нужно быть готовым к разным вещам. И самое главное в этом деле, как в любой организационной работе, это подвижность задней части тела. То есть, если ты увидел что-то, и ты протормозил, ага, это меня не касается, то в конце концов могут не выжить все. Поэтому надо просто понимать, что мы живем в достаточно сложное время, мы граждане Российской Федерации, исторически мы вернулись через 60 лет, и при этом, что самое интересное, сохранили самоидентификацию. Ну вот точно, бандеровцев у нас просто на квадратный километр меньше, исторически так сложилось. Понятное дело, что вы молодые, вы выросли при Украине, у вас может не стыковываться приход-расход, вы можете теряться в каких-то моментах, а почему так, а почему не иначе. Тут надо только в диалоге разбираться в истории, разбираться вообще, что происходило, почему спецслужбы террористическую страну сделали из Украины. Причем спецслужбы американские, западные, турецкие, немецкие. Я по долгу службы, я практически весь Майдан находился в Киеве. Ну, я журналист, в общем-то, и моя задача была, я снимал квартиру в двух порталах от Майдана. И, в общем-то, моя задача была, в общем, писать аналитические справки, кто, чего и где. И я, в общем-то, даже прекрасно представлял, какие палатки держит немецкая разведка, БНД, какие держит Ми-6, какие Ми-5. То есть там поляки работали, немцы, англичане, американцы. Это все и есть основа для создания террористической активности. Когда началась стрельба, то оказалось, что в палатках лежат автоматы Калашникова, бензин, вот эти вот все бутылки с зажигательной смесью, и так далее, и так далее. Вот это вот все и есть цепочка построения террористической деятельности. Террористов самих по себе никогда не бывает. Терроризма международного нету. Это есть попустительство мировых элит, связанное с тем, что некоторые страны решили, что при помощи терроризма можно решать свои государственные задачи, не объявляя впрямую войны. Вот и все. Как только мировое сообщество поймет, что это себе дороже, Турция уже понимает. Для Турции проблема не только в том, что они сейчас резко уничтожили отношения с Российской Федерацией. Мы вот сейчас ехали, по радио сообщили, что все наши туристические операторы уже отказались продавать путевки в Турцию. То есть перед Новым годом уже в Турцию никто не едет. Основная проблема, почему мы сейчас не отвечаем адекватно, а там ответов расписано в миллионах. Уже останавливаются строительные контракты, уже турецкий бизнес и частично азербайджанский, который привязан к туркам, тоже начинает останавливаться. Основная главная проблема, то что на сегодняшний день на территории Турции примерно 20-25 тысяч наших туристов находятся, которых тоже надо эвакуировать, как из Египта. Но я на самом деле пришел вас не пугать. Это я вам нарисовал общую картину. Самый главный вывод из того, что я рассказал, заключается в том, что надо держать ухо во строк, заднюю часть достаточно подвижно, заряжать батарею телефона, и в случае, если вам становится известно, это не стукачество, это способ выжить. Общество эффективно тогда, когда скорость прохождения информации между разными членами общества достаточно высокая. Наиболее эффективно выживаемое общество, то, которое компактное, где меньше всего индивидуалистов. Знаете, что такое индивидуалист? Типа я, я и рожа не моя, все, что там важно, меня не интересует. Вот эти общества разваливаются, уничтожаются и погибают быстрее, чем общество, где информация проходит достаточно быстро. Соответственно, если возникает угроза террористической атаки, нужно, чтобы вы тоже участвовали в передаче этой информации все они доступными способами. Телефоны полиции, телефоны Федеральной службы безопасности и где находятся двери, куда надо в таких случаях обращаться, должны быть вам известны. Рекомендую осуществить экскурсию на Бульвар Франка, где находится управление ФСБ по Крыму и городу Севастополь. И там просто на входе есть вот эти законы и законы об обращении граждан, как писать, куда писать, и телефоны горячих линий, куда звонить. Это на всякий случай. В принципе, это я говорю на всякий случай, потому что люди работают, но поскольку у вас достаточно много, вы светлые головы, и вы, в общем-то, нормальные люди, то почему бы вас не использовать как ресурс, который как минимум будет иметь уши и глаза. Для того, чтобы Республика Крым, которая знаменита тем, что без единой капли крови была присоединена к России во времена Епатерины, без войны. Войны были до этого, но само присоединение, оно происходило в 1782 году точно так же, как сейчас, год назад, без единого выстрела. И вот в 14-м году без капли крови мы тоже воссоединились. Вот эта мирная наша история, она дорогого стоит, ее надо как бы поддержать. Ну вот это вот вкратце, что я хотел рассказать. Ничего лишнего, скажем? Ничего лишнего, ничего. Вот, это информация. Ребята, есть вопросы? Задавайте, задавайте. Тут еще можно часами рассказывать, а то... Есть вопросы? Потому что у нас на уроках были вопросы, почему я инициировала встречу. У нас были вопросы такие, что ребята иногда тут дают религию с эвстремизмом. А-а-а. Да. Поэтому это надо тоже знать. Давайте поговорим о религии. Ну, основные конфессии все знают, да? Особенно те конфессии, представители которых сидят в Совете Федерации. У нас есть Богославная Церковь, у нас есть мусульмане, у нас есть протестанты, католики, у нас есть староверы, староврядцы. Экстремизм к религии имеет очень косвенное отношение. Тут надо понимать, что такое суфийский ислам. Вообще, на самом деле, есть такое поверье, которое сейчас особо не педалируется, не описывается, но в 19 веке, особенно в первой половине, особенно до битвы на Измаиле, за Измаилем, если помните Кутузов, которому памятник стоит перед Ауштой, который участвовал в восхождении Крыма, он участвовал в битве измаильской. И тогда вышла монета и медаль, которая, в общем-то, мечом разрубает полумесяц и крест. Ну, то есть, после этого шииты, суниты и православные не могли отправлять свои религиозные потребности в одних и тех же храмах. А если вы помните, на некоторых храмах до сих пор есть и полумесяц, есть и сунитский, и шиитский полумесяц. То есть, вот это разделение, разделяя власть, оно произошло в течение XIX века. По очень многим этическим нормам, особенно если почитать переводы Корана, ну, понятно, иноверцам там иногда запрещают в это дело лезть, но, в принципе, этические составляющие, как жить на белом свете, а особенно с другими людьми, в Коране описаны примерно на 98% точно так же, как у православных. То есть, с этической точки зрения мы ничем не отличаемся. У нас у всех заложено на генетическом уровне помочь страннику, да? Если тебе кто-то придет домой и попросит попить воды, ты ему ее не продашь, так как это на Западе. Ты ему дашь. Потому что, если ты начнешь продавать, ты себя почувствуешь в оконченном человеке. Прописаны этические нормы, которые не отличаются ни в исламе, ни в русской версии христианства. Она отличается от Запада. Экстремизм – это попытка создать, ну, поскольку еще у ислама есть несколько конкурентов на самом деле, с этической точки зрения, эта вера достаточно прогрессивная, я бы так сказал. Я это говорю только как аналитик, который сразу дал разные конфессии. И я, честно говоря, во многом и мусульман, особенно суфийский. Я, в общем-то, поддерживаю, потому что там этика прописана четче, конкретнее, там четко расписано, что такое есть добро, что такое есть зло. И вот эта составляющая этическая, она на самом деле глобальному предиктору очень сильно мешает. Выбрана политика, когда отпочковавшись и прикрывает, точно так же, как терроризм, только терроризм получается информационный, религиозный. Очень многие духовные лидеры ислама, вам скажут, что они не имеют никакого отношения ни к ИГИЛ, ни к террористам, которые на камеру убивают там иноверцев под религиозными поводами. А на самом деле они просто решают задачу запугать. Вот этот вал беженцев, который вдруг побежал, это не в последнюю очередь еще и от того, чтобы страх посеять. То есть ИГИЛ панически боятся, потому что это люди, которые режут головы на камеру. Психологическая война. Ну то есть не обязательно в людей стрелять, они сами все сделают под действием страха. Так вот, терроризм, который, экстремизм религиозный, который отпочковался, это тоже деятельность спецслужб, прописанная, спланированная, которая не имеет никакого отношения к реальному Корану, к реальному исламу, которая прикрывается им и только из-за того, что они имеют доступ к информационному пространству, у них есть телеканалы и спутниковые разные, они показывают картину. Только из-за этого они создают ситуацию, при которой они достигают главной задачи. Их задача строить христиан и мусульман. А мы отличаемся как цивилизация тем, что ну у них разделяя власть, а у нас объединяет власть. Если вспомнить этику, как жили православные мусульмане там 100-200 лет назад и как люди братались и когда они сражались с общим врагом, то возникает этика русской цивилизации, которая, в общем-то, и заключается в том, что мне не важно, какую веру ты исповедуешь. Мне, сейчас вспомню, очень такой примечательный разговор. Помните, был такой бабай в Славянске? Такой бородатый мужик, стрелков был. В Славянске он в Краматорске. Казак и все такое. А он сам старобрядец. То есть, христиане, православные, которые не признали реформы Никона, которая была в 1600, сейчас вспомню, 1640 в каком-то году, когда, ну, помните, была история креститься двуяков, стали и тремяков. И вот эти реформы не были признаны и они отпочковались. Их на самом деле уничтожали, но они сохранили свою традицию. Так вот, у них есть этика, которая заключается в следующем. Все русские или русскоговорящие, или коренные народы Евразии. Ну, очень многие генетически русские, например, тоже являются мусульманами, к ним относятся там отдельные роды тех же волжских татарных. Так вот, этика заключается в следующем. Мне не важно, какой ты вера. Мне не важно, у нас есть договор, мы друг другу не лечим мозг, как правильно жить на этом свете в области совести, в области религии. Но ты мне брат, и в случае, если возникает война, горе там или что, я к тебе всегда могу повернуться спиной, и я знаю, что я могу на тебя опереться. Это такой этический договор. Кстати, из этого этического договора всегда выходит то, что этика выше религии. Ну, что толпа, если мы начнем друг друга резать по религиозным причинам и закончимся все? Логики никакой, цели никакой. Это все бесцельность, это страсти, животное страсти уничтожить того, кто на тебя не похож, а это не человеческий тип психики, это животный тип психики. Этика выше религии, соответственно, возникает целая модель поведения, когда, что бы ни случилось, а я мусульманину просто помогу поумолчать. Соответственно, и в обратную сторону. Вот такой вот этический договор на автопилоте, прописан в позвоночнике у всех людей, живущих на территории Российской империи, Советского Союза, России. Это как бы заложено по закону седьмого колена в позвоночнике, в кости, и это, ну как бы подсознательно. То есть люди не думают об этом, они исполняют программу, которую заложили предки. А мы живем в очень сложной территории, у нас всегда войны, и поэтому вот такая этика, ну она давно уже возникла, мы на самом деле до седьмого колена ее исполняем. Поэтому, что касается религии, тут надо очень точно посмотреть, четко понять, потому что как только возникает вопрос, «А, это мусульмане сделали теракт в Бариже? Секундочку. Это сделали люди, специально обученные в лагерях, которые умеют обращаться со стрелковым оружием, со взрывчатыми веществами, которые перед выходом на это дело просто взяли и прочитали пару лозунгов на камеру. Они специально покричали «Это вам за Сирию? Чтобы вызвать обратный ход, связанный с необходимостью?» Американцы так считают. Чтобы Франция участвовала в наземной операции в Сирии. Только и все. А мусульмане там? Это маскировка, дезинформация и саботаж. Основные разведывательные категории. Что происходит в «На Белом Свете»? Это «Обмани ближнего, не забудь про дальнего, иначе он приблизится и обманет тебя». Это вот так этика нелюдей, она так устроена. И для этого используется маскировка, дезинформация и саботаж. Поэтому, как только возникает вопрос религиозной розни, надо сразу отойти на две стороны, особенно из толпы. Особенно, если толпа загорается, говорит «Да, идемте там, кого-то бить или резать». Надо сразу выйти из толпы, потому что это маскировка, дезинформация и саботаж и манипуляция. Людей возбудить просто, а потом расчищать завалы трубов очень сложно. Как-то так. Еще какие вопросы? А что произошло с этой девочкой, вот эта студентка МДУ, москвичка, что она была безоберкована, потом вернулась и опять... очень объемный вопрос и очень сложный на самом деле. Дело в том, что ИСИС... Всех отсылаю к Википедии, когда дадут свет и будет интернет, полезьте в Википедию и найдите аналогию. Есть, правда, слушок пустили, что ИСИС по-английски и ИГИЛ по-русски, да? Исламское без... Да. Ирак и Луна. Ирак и Луна, да. Игил, да. А на самом деле ИСИС по-английски расшифровывается Intelligence Service Israel State. Ну и, соответственно, они раз и убрали это. Ну, потому что к Израилю это имеет косвенное отношение, хотя все спецслужбы имеют свое содружество и американские, английские, израильские и советские спецслужбы, они всегда имеют контакт и общаются. Но, во всяком случае, ИСИС это одноименное слово с ИЗИДой. Это древнее божество, которое... Здесь курды ИЗИДы. Вот просто советую, никогда ни в одном тексте вы не найдете собранные магические метафизические тексты, связанные с историей Ближнего Востока. Ну, например, помните, за 20 дней до Курбан-Вайрама в сентябре большой башенный кран упал на самую главную мечеть в веке, да, а в этой мечети есть камень Каа. Это черный, ну, такой, оправленный камень, который... Я сейчас вернусь к этой девочке. Который считается метеоритным, но на самом деле говорят, что это вообще-то с нашей прародины, поскольку считается, что на глубинном уровне, непроговариваемом словами считается, что мы все прилетели с Сириуса, то это камень Сириуса. Кстати, вот этот центр, который по воспитанию детей, помните, в Сочи презентовал Путин, называется, как? Сириус. Это тоже не просто так. Так вот, в Википедии, если просто делать нечего, и вам там ВКонтакте вы там серфите, ну, просто посидите и почитайте про все, что связано с Исидой. Почему Курды и Исиды? Почему Исис или Игил имеет одноименное название с Исидой? Это борьба цивилизацией, это война, которая длится уже не одну тысячу лет. Это война между тремя цивилизациями, Атлантической, нашей региональной цивилизацией, ну, и Южной. И, в общем-то, там все расписано. И получается, что молодежь вербуется определенными типами текстов. Молодежь – это люди, которых недостаточно ресурсов, а желания очень высокие. Я даже, кстати, нарисую сейчас такую схему, очень полезную. Сейчас мы поднимем. Есть место? Да, на первой. Как эту девочку завербовали? И как теоретически можно любого из вас завербовать? Сейчас буквально 15-минутное отступление по психологическим возрастам. Чем мы друг от друга отличаемся? Вообще все люди на планете, да? Сейчас нарисую график. Он простой и понятный. Сразу структурирует. Я, кажется, на прошлой занятии, на прошлой встрече я таком что-то говорил. Но, смотрите, вот если любого человека разложить вот по каким критериям. Смотрите, от нуля, да, вот это производство материальных ценностей. То есть человек сам себя обеспечивает. Вот здесь и это потребление материальных ценностей. По большому счету это кто-то у кого-то сидит на шее. А вот здесь это шкала Х, да? А вот шкала И, вот вниз, это подчинение чужим правилам. А вот здесь вырабатывание своих собственных правил. И если человеческую жизнь, вот человек родился, нарисовать в виде окружности, вот она, финиш, да? то возникает четыре квадранта. Смотрите, как очень просто, понятно и как, собственно говоря, эту девочку завербовали. Вот этот нижний квадрант, когда сидишь на чем-то балансе у родителей на шее и подчиняешься правилам, это называется детство. Это значит, что дети в возрасте до 12 лет так точно, а при нынешнем складе воспитания и обучения и до 22, до 24. Во времена Пушкина, если вы помните, Евгения Онегина, если кто-то читал, то там Онегину было 18 лет, а он уже был и сам себя обеспечивал и в принципе речь шла о том, что он уже готов был стать отцом. То есть в 19 веке все было раньше. Воспитывали детей немножко по-другому. Уже сформированные мужчины с человеческим типом психики возникали в 12 годах. У нас этот процесс затягивается до 22-23, но некоторые мужчины не выходят из детства и до 40. С женщинами примерно то же самое. Это детство. Вот здесь то, где находитесь вы, называется юношество. А, чем детство характеризуется? Дети, у них есть потребности. Ребенка, он сам не ходить не может, как только он родился. Его надо выхаживать, кормить, поить, задницу ему мыть и так далее. он сам ничего сделать не может и в эти 12 лет его надо этому научить. Вот это детство характеризуется потребностями. Вот этот квадрат детства или потребности это синонимы с точки зрения вербовки. Что такое юношество? Потом продолжаем сидеть на балансе родителей, свесив ножки и сами не зарабатываем. Единицы зарабатывают и то, конечно, при помощи родителей. Ну, им все равно нас мазают дорожку. Сами вы по себе придумать тему и зарабатывать себе ну так, чтобы за 6 месяцев купить новую машину из салона. Поднимите руку. Кто может? Это еще манит. Да. То есть сидим у родителей на шее, потребляем материальные ценности чужие, но поскольку уже гормоны половозрелые бурлят, то, соответственно, возникают желания и, соответственно, возникает установление своих правил. Особенно между сверстниками показать, что я там крутой, круче. начинается период бонтов. Вот это юношество вот этим характеризуется. А это синоним слова желания. Желание или синоним слова секс. Поскольку гормоны бурлят, то основным двигателем души, основным двигателем тела является сексуальная составляющая и желание, связанное с обеспечением этого составляющего. Вот чем юношество отличается от детства. Вот это очень важная точка, называется точка Гамлета. Мы сейчас к ней вернемся, но давайте перейдем к проечный возраст. Предположим, исполнилось парню 24 года, парень у нас конкретный, у него по роду и папа, и мама, и дедушка, и бабушка. Люди конкретные, люди работящие, особенно это было в старых старобряческих семьях, купцы, земледельцы и так далее, и человек просто по роду, по программе записанной по закону седьмого колена, создает семью, создает проект, рожает детей, берет за них ответственность, создает компании, создает магазины, создает торговые точки, человек вступает в проектный период, он перешел точку Гамлета, это называется проектный период, он характеризуется тем, что человек сам себя содержит, причем не только себя, еще и всех, за кого взял ответственность. Очень многие мужчины в 24 года, если переходят, из них получаются выдающиеся руководители, особенно ответственные руководители. Очень многие, которые эту точку не перешли, а стали руководителем, там начинаются ломки. Тоже есть психологические моменты, которые можно использовать прививоку. Ну, проектный возраст, понятно, сам себя обеспечит, сам устанавливает в себе правила, как правильно жить. И стандарты эти доводят до семьи, до жены, до детей, и все с ним считаются, потому что он экономически самостоятельно единицы. Ну и есть так называемый развитый возраст. он, можно его писать и как о пенсионерах, но на самом деле он характеризуется вот. А, ну и самое главное, здесь у нас потребности, здесь у нас желания, а здесь у нас интересы. Поскольку человек берет на себя ответственность за других, соответственно, ему надо думать, как их прокормить. Они у него на балансе сидят. Соответственно, возникают интересы, и человек, всю свою хозяйственную деятельность, двигатель его души, это интересы. Как заработать, как обеспечить, как уладить конфликты, как управить, как уладить. Знаете, что слово «ладить»? Откуда корень? Древнеславянская богиня Лада, в честь которой названо Ладожское озеро, и на берегу Гопава стоял древнейший оккультный центр Лады. Лад. Сделать так, чтобы разнородные люди жили в Ладуне. Ну это так, отступление, историческое все равно. Ну и развитый возраст, люди сами себя обеспечивают, у них есть или пенсия, или то, что они наработали за предыдущие годы, но они уже подчиняются правилам, устанавливающим, экономически самостоятельными единицами. Это люди находятся в пенсионном области, и у них, самое главное, двигатель души, это ценности. Они уже все видели, денег в руках держали разные, воспитали детей и внуков, и их интересует, не сиюминутно, что будет через кварталы, или через год, их интересует, как будет жить эта территория через 50 лет. Вот этот двигатель души. Вот этот возраст начинается, кстати, не очень поздно, он начинается в 49-50. Это возраст копника. Если помните, до Куликовской битвы управлялась Россия копным правом. Копное право, помимо там разных нюансов, характеризовалось такими вещами. Депутатами местного парламента, современным языком говоря, а на самом деле вот эти копа, скопа, могли быть только люди в возрасте не моложе 50 лет, имевшие не менее трех сыновей, причем эти три сына обязаны быть уже стоячими хозяевами, с семьей и с детьми, и только тогда копник имел право голос, не женщины, не отщепленцы, не гомосексуалисты, не дети, никто не имел право голоса по управлению территорией, а только люди, которые он за 50, у которых не менее трех сыновей. И вот только тогда, только потому, что именно этих людей, которые корнями в этой земле, с семьями, с внуками, их только интересует, что будет с территорией через 50 лет. Все отщепленцы, гомосексуалисты, кто бы там ни был, их никогда не интересует ценность, что будет в длительной перспективе. 50 лет. Интересы, это не длительная перспектива, это максимум финансовый год, а вообще это неделя, месяц, квартал, правда? Люди, живущие интересами, их интересует сиюминутная выгода. Их можно понять, у них там семьи, дети, работники, им надо выплачивать зарплату, и соответственно, сиюминутность очень краткосрочная, поэтому они тоже не могут быть копниками. Копниками могут быть люди, которые вообще не думают о хлебе, которые интересуют, что будет с территорией через 50 лет. Это все, понятное дело, дети еще. что такое точка Гамлета? Ну, знаете, да? Про Гамлета, да? Была Офелия, был Гамлета. Офелия очень любила Гамлета. Где Офелия оказалась в результате этой любви? На кладбище. Это очень важный, кстати, девочкам это разговор. Это очень важный психологический нюанс. Дело в том, что юноши, которые своими желаниями действительно бывают и симпатичны, и на язык легки, и действительно привлекательны, очень часто бывает, что они в себя влюбляют. И девочки привязываются. Так вот, если мужчина точку Гамлета не перейдет, например, ему исполнилось 34 года, а у него нет, ни семьи, ни детей, он живет за счет мамы, и на самом деле ничего не может предложить, то девочка, у которой генетически заряжена, что ей нужно стоячего, ей нужно из этого квадрата человека, она начинает мучиться, иногда это заканчивается плохо. Таких людей надо бросать. Причем, как бы больно ни было, мальчиков, не перешедших в точку Гамлета, остающихся в юношестве и до 50 лет, надо делать ручкой до свидания, и чем быстрее сделаете, тем быстрее построите счастливую жизнь. С другой стороны, мальчикам тоже надо понять, поскольку они генетически понимают, что им все время надо что-то доказывать, вот эту точку приходится иногда даже за жизнь проходить несколько раз. То есть бывает, ты построил, ты создал семью, ты построил предприятие, например, кризис, война, еще что-то, разорились, семья разрушилась, жена, ты без денег, ушла, сплошь, и возникает ситуация, когда ты у кого-то на балансе снова живешь и начинаешь карабкаться, чтобы опять перейти в проектный возраст. Это мужская судьба. То есть там нельзя сказать, что одни правы, другие виноваты, это жизнь. Так вот, девочку, которую завербовали, она находилась в этом квадранте. Ей предложили триаду. Вообще, при любых переговорах всегда предлагают три цены. Ей предложили триаду. Во-первых, она, ну скажем так, не очень красивая. И соответственно, у нее есть там ряд комплексов. Ей предложили решение этого вопроса. С другой стороны, там есть действительно большая идеологическая закваска, связанная с тем, что они хотят построить справедливый мир. Молодым людям, которые не искушены в общественных дисциплинах, говорят, что мир несправедливый. Богатые богатеют, бедные беднеют. А везде предательства этически все неправильно. Надо всего лишь навсего силой оружия вырезать неправильных, испугать средних, и тогда построится справедливый мир под властью ствола. Вот такая логика. И вот такой триадой, когда и личное решили, и идеологическое решили, и просто тупо денег предложили, а у молодежи характеризуется тем желаний много, а ресурсов обеспечить нет. Ну знаете, есть поговорка юношеская. У меня столько меч, столько меч, только я не знаю, чем их оплатить. Вот примерно отсюда. И получается, что триадо, предложили решение личного вопроса, предложили идеологию, как построить справедливый мир, а для молодежи горячей, мы на Майдане это видели, все студенты, ну понятное дело, из-за этого, но идеология, мы построим в Вильнюю Украину, это примерно тот же двигатель. то есть личная идеология и деньги. И вот эти две составляющие и особенно логика обстоятельств, есть логика намерения, есть логика обстоятельств. Вот если ты уже член ИГИЛ, то ты дальше все свое проведение будешь строить, исходя из того, что ну, ты уже член ИГИЛ. Ну вот, вербовка, это всегда поэтапно, это никогда не вот ты уже будь, не назначение конечной цели, давай вот, давай мы вот с этого начнем, давай еще полшажочка, еще полшажочка. В результате человек оказывается на сирийской границе и уже он там, какая-то жена Маджахеда, ну и дальше вот такая вот цепочка. То есть надо быть очень аккуратным и понимать себя, кто вы, что вы, ничего плохого в юношестве нет. Я сам иногда вспоминаю, как это хорошо. Но с другой стороны надо и понимать инструменты, при помощи которых вами можно манипулировать. Как это? Спасибо. Еще есть вопросы, ребята. Саша, у тебя, наверное, вопросы еще, то есть все равно беседуло. У нас, наверное, вопросы решают, да? Возникли, пожалуйста, Саша. Нет. Спасибо. Ну, если вопросы возникнут, в фейсбуке я, Граф Каховский, в Фонтакте я, Дмитрий Таран, почта моя, Taran Production Mail.ru. Пишите, задавайте вопросы, я такой, верки на подъем, что я напишите, я отвечу. Ну, как-то так. Нет вопросов? Я хочу от всех студентов, которые здесь присутствуют, поблагодарить, потому что Ваша передача всегда очень интересная, и ее, наверное, смотрят наши ребята. Поблагодарить вас, да? И, конечно, еще пригласить, наверное, у нас возникнут в процессе еще учебники. Ой, я с удовольствием. Это вопрос так возникли, я не скажу, что он спонтанно, но он не спонтанно возник, потому что в мире сейчас действительно происходит что-то непонятное, и не то, что что-то непонятно, но такое впечатление, что сплошная война, и это страшно, ребята, конечно, и себя, но нужно беречь. И эти моменты, когда, видите, вот как случилось с этой девочкой, вы слышали, конечно, по новостям все это, и как это, как-то это произошло, девочка с хорошей семьей, студента хорошая, и вдруг стала таким совсем не нашим человеком. Ну, мы живем в Крыму, это такой многонациональный народ, где много религий, конфессий, где надо действительно уважать, и это приведет только к миру. Ну, еще вот такой маленький вопрос, конечно, он тоже потенен. Религии Крыма, какие-то, ну, религии основные, конечно, мы знаем, а какие разрешены религии, но их продукция запрещена в Крыму. Ну, да, эти секты, как они называются? да, да. Знаете, их, да, стоят тетенькие с этими с этими брошюрками, как к ним относиться? Брать, отказываться, или взять и потом женщине, вообще, как к этому относиться? Ну, однажды, в 2007 году я получил благословение от епископа Терсонского и Ова на борьбу с сектантами. И, мое мнение такое, вообще, надо понимать, что 50-ники и свидетели, это тоже спецслужбы, и в некоторых аспектах, по-моему, 50-ники, это продолжение демократической партии, сведения на штатах, а его, в основном, республиканские, или наоборот, я так сейчас, на скидку, не вспомнил. Это способ влияния на людей, знаете, тихой собой. То есть, есть, так называемые, краткосрочные процессы, когда ты пришел, предложил денег, купил и заставил, чтобы сделать. А есть долгосрочные процессы, когда, например, в течение 10 лет появились представители секты, получили какую-то ресурсную обеспеченность, создали определенные магазины, предприятия, а потом, бах, уже построили храм и, в принципе, стали общиной. При этом, секты эти характеризуются, прежде всего, тоталитарным характером. Что такое тоталитарное? Это полное воинское подчинение. Это значит, что ты должен, у тебя есть десятина, ты ее должен принести в зубах, с тобой работают, с тобой применяют психологические техники зомбирования. И если ты, например, Киев показал, очень мало людей, 10% оказались привитыми к вот этой майданной идеологии. Если посмотреть на Майдан, я там прожил с ноября по февраль, а потом пришлось валить, потому что уже небезопасно было. Что такое майдан? Это, по большому счету, вы же помните, там стояла сцена, на сцене постоянно кто-то выступал, стояли мощные аналоги барабанных систем, которые выполняли некоторые постоянные ритмические исполнения, пели. Вообще, по большому счету, с учетом того, что, помните, да, там, ну я всегда, когда рисую вот этот майдан, я вспоминаю, помните сказочку про, где смерть Кощея? яйца, там мутца, а в утке есть что, а там дом. В каждой площади мира, вот такие вот площади, они не круглые, они яйцеобразные, и в каждой площади мира, а в Риме, например, даже возле собора Святого Петра и Павла, тоже яйцеобразная площадь, торчит шпиль, который в Риме и называется игла. Иногда сидишь и думаешь, вот как мир тесит, как матрица работает, где смерть Кощея в Игле, а яйцо где? А вот оно в Киеве, это ритуальное место, которое на самом деле занаряжено, тут есть, ну как линза, определенная, знаете, как стадион, что такое стадион? Это тоже яйцо, и там качается энергия, которая подпитывается и пивом, которое очень специфически, специально делано, пиво отличается с нынешнее, от пива, которое было в 19 веке, там очень много любителям пива, особенно среди мальчиков, пиво современное, особенно бутилированное, в нем содержится огромное количество женских ферментов и женских гормонов из хмеля, специально добываем. Это делается для того, чтобы понизить рождаемость своей, ну вообще всех коренных народов и братьев, скажем так, но это я отвлекся. Так вот, насчет тоталитарных сект и религий, на протяжении трех месяцев три месяца, это тоже магическая цифра, не менее 90 дней, проходили ритуалы, причем ритуалы с применением потом, начали трупы носить, то есть убили там одного человека, второго, и там проходили вот эти вот ритуалы. При этом зомбирование населения, которое находится вокруг, практически весь Киев накрыт колпаком. Очень многие жители говорят, там невозможно уже жить, там просто по телефону общаемся, они говорят, ходишь по Киеву, иди пристян. Вот накрыли колпаком, который магическими ритуалами, религиозными службами, только сатанинскими, было осуществлено на Майдане. По большому счету, это пример массового психоза, который делается, ну, вот такими вот способами. Вот такие секты тоталитарные, они имеют индивидуальные методики. Мой совет очень простой. Слушайте свое сердце. То есть, вот вы идете, стоит бабушка, что-то вам предлагает, а оно вам надо. Что вы такое узнаете? Что там поможет в вашей жизни эдакое? Это, кстати, вторая строка, из-за чего завербовали девочку. Предложили идеологию, которая построит справедливый мир. Но только они предлагают сделать мир индивидуалистический. Заметьте, что вот эти, да, в общем-то, и все религии сейчас на это педалируют. Раньше ни в коем случае нет. Наш мир коллективистский. И думать только о том, чтобы спасти свою душу, на самом деле редкое жлобство. Потому что еще и вокруг есть огромное количество душ, которые тоже бы надо просветить. И даже если тебя убьют, и ты не спасешься, это еще ничего не значит. Наш мир коллективистский, поэтому вот эти индивидуалистические брошюрки, бумажечки, типа, покайся, и Бог тебя спасет, это ни о чем. Это не решает ни сиюминутной задачи, на чем балансе вы живете. и способны ли вы вообще в принципе сами генерировать различность. И не решает ни личные вопросы, ни вопросы воспитания детей, ничего. Поэтому вот сект, просто фильтры ставите, да-да, не надо не лгаться, не объяснять ничего. Это другая часть жизни, она из другого мира, ну пусть. то есть вот секты, это достаточно серьезная технологическая разработка спецслужб, которые терроризм делает не только с автоматом, а еще и в мозгах. Как-то так. Спасибо. Вопросы есть? Спасибо большое. И вам спасибо. Если вопросы возникнут, то от ребят я, наверное, к вам еще буду обращаться, и не рад, потому что действительно очень многие моменты, и ребята слушали,